Популярность игры Клуба веселых и находчивых Вологде зашкаливает. Это результат совместной работы команд и организаторов. Сегодня мы встретились с ведущим и соорганизатором игр Константином Зиминым. Добрый вечер. Минувшее воскресенье команды боролись за место в финале. Как, на ваш взгляд, прошла игра? Участвовали все более-менее ровно. То есть мы с редакторским составом, те, кто готовит игры, не знали, кто победит, потому что нам казалось все более-менее ровно. То есть даже таких крепких фаворитов каких-то не было. Поэтому нам понравилось, как прошел у нас полуфинал. Будем точно так же готовиться к финалу 16 декабря. О школьниках, да? Ну, Лос-Паклис, да. Да, вот они как-то очень интересно в лидеры выбились. И практически две десятые балла уступили таким гигантам, как в команде из ВП. На самом деле Лос-Паклис не такие, в принципе, и новички, потому что они проходили у нас через юниор-лигу. То есть отыграли несколько сезонов и вообще готовятся как надо. То есть мы их тренируем, они учатся, они приходят, выполняют там свои задания, все сдают в сроки. То есть мы и сценарий видим заранее. Поэтому у редакторов есть возможность помочь. И что мы и делаем каждую игру. Поэтому вот, не знаю, у меня фаворитов нету. Ну, я вообще как ведущий, как организатор, соорганизатор смотрю на все команды. И мне хочется, чтобы заходило у всех. Ну, в принципе, я думаю, что у нас вообще очень дружный такой коллектив, дружная практически КВНовская семья. У нас все и команды друг другу помогают, там, и друг за друга выходят, как сказать. И на разминке, если там посмотрите потом наши игры на нашем канале на YouTube, там видно, что все друг друга подкалывают, дружат. Так что вот фаворитов нет никаких. Как покажет следующая игра, так и будет. То есть каждая игра – это чистый лист. Вы сказали, что КВН – это одна большая семья. Расскажите, кто входит в состав организаторов, кто эти редактора? Я вам, наверное, даже больше могу рассказать. То есть дело не то, что у нас просто вот одна такая вот Вологодская лига. У нас за последние несколько лет сложилась наконец-то такая, ну, многоступенчатая структура, в которой у нас участвуют организаторы и студ-лиги, студенческой лиги в ОГУ, юниор-лиги, которая проходит тоже у нас в городе. Есть у нас ребята с Череповца, которые тоже сейчас делают еще одну лигу, и мы туда будем, как называется, ездить, и я и везти вроде как там тоже буду. Вот. И все это, то есть у нас, считайте, школьники играют, потом студенты играют. С разных регионов нам приезжают, с Ярославля даже вот в студенческую лигу приезжают команды. Вот. И вот мы на Вологодской лиге, ну, ставим типа наш такой вот пик у Вологодской области команд, где они могут себя показать и раскрутиться. Вот. Ну, и что немаловажно, это то, что кроме того, что вот у нас вот есть вот эти вот три, получается, больших массива команд, вот, и мы их всех объединяем в Вологодской лиге, у нас ребятам все еще стараются ездить куда-то кроме, как в нашем регионе. У нас есть сборная команда города Вологды «Все свои», которая за вот эти вот несколько, пару лет прошла Ярославскую лигу, она выиграла, и Кострому ездят сейчас вот, и в Лигу Балтика они ездят сейчас. И вот, как я на игре сказал, что вот, какого там, 9-го числа был полуфинал, они вышли в финал Лиги Балтики, которая в Санкт-Петербурге. То есть, дай бог им успехов, нам вместе с ними, и вот, чтобы ездить уже куда-то выше, надо что-то делать, что-то решать. Вот такая вот у нас структура позволяет вот такие вот выходы делать. Какие шутки заходят у зрителя? Заходит, прежде всего, то, что актуально. То есть, это последние новости. То, что он рядом всегда. То есть, команды очень любят, что в высших лигах, в примерках, что у нас шутить про ведущего. Он просто рядом. То есть, если у нас в жюри приходит, например, мэр города Вологды, то он наверняка морально готов, чтобы будет шутить про него. Мы это, как называется, все контролируем, и поэтому получается очень корректно, как нам пока что кажется. То есть, никто не обижается, всем приятно. То есть, на самые актуальные темы, которые есть, должны шутить КВНщики. Ну, плюс юмор должен быть максимально плотным. То есть, каждые 15-20 секунд должна звучать шутка, иначе это, как это называется уже, не КВН. То есть, мы следим за плотностью юмора. Все команды разные. Есть разные типажи. Есть женские, есть там ребята-хулиганы, есть там Пакля, есть ФСИН. То есть, в этом плюс большой Вологодской лиги, то есть, у нас такая широкая тематическая география, что смотреть на всех, это каждый раз новый взгляд какой-то. В этот раз члены жюри стали не только объектами шуток, но и даже участниками некоторых миниатюр. Вот Олег Димони, да, стал очень яркой миниатюрой участником. Расскажите, это высший пилотаж считается для команды, вовлечь или зрителя, или члена жюри в какую-то свою постановку? Это просто один из приемов, который можно использовать в рамках игры. Там, приглашать звезду, или брать ее нежданчиком, как вот Олега Анатольевича, просто чтобы он вышел и посидел. То есть, мы его предупредили, что вам придется поучаствовать, будьте, пожалуйста, в Олимпийке. Это да, а что там остальное будет происходить? То есть, мы просто сказали, что вы не переживайте, пожалуйста, Олег Анатольевич, мы все как надо подчистили, и у вас будет очень веселое и интересное выступление. Вы команду Паклю там, если примите участие, то можете помочь. Как вы подбираете, что в следующий раз покажут команды? Будет это музыкальный конкурс или еще какой-то стенд? У нас будет визитка, будет разминка, будет конкурс капитанов, и будет либо музыкальное домашнее задание, либо просто домашнее задание. То есть, плотнее станет программа? Больше, ну как, команд с каждым разом все меньше, а программа, соответственно, должна быть пошире, чтобы и количество оценок было, и, как называется, средний балл был более точен. Хочется отдельно поговорить о личности ведущего, о вас. Мне кажется, вы на своем месте однозначно. И как вы выбираете свой образ, как подбираете себе костюм, в котором будете выходить на сцену, потому что в этот раз, ну, женскую половину зала вы однозначно удивили, может быть, поразили. Меня одевает жена. Все. Так что вот на этот вопрос тут нет такого, что я в гардеробе сижу, выбираю, в чем бы пойти. И, наверное, просто, ну, не знаю, всем КВНщикам мы говорим, что надо быть на сцене опрятными, красивыми, в сменной обуви, с чистой подошвой. Не у всех получается, конечно, но вот мы об этом каждый раз проговариваем. И, соответственно, ну, без телефона в кармане там, ну, вот. Это базовые вещи. Я как-то себе там что-то не подбираю. То есть, не знаю, к чему такой вопрос. Ну, это не классический костюм, как выходит, например, в высшей лиге масляков, да? Это достаточно современная молодежная мода. Насколько вы органично тогда чувствуете в своем образе себя? Да, по-разному бывает. Я по себе нормально всегда чувствую. То есть, я же вместе с ними все про это дело прохожу, поэтому говорят, что и у самого получается на разминке шутить. Надеемся, что КВН будет в Вологде процветать. И желаем вам дальнейших успехов. Большое спасибо. Приходите. То есть, мы будем рады видеть всех. Спасибо Русскому Дому за комфортные условия и за то, что мы имеем возможность там проводить наши игры. Спасибо Горкому 35 за то, что нам дают возможность проводить каждую неделю школы КВН. И для зрителей, то есть, тем, кому интересно, находите нас в КВН35 в Яндексе, в Гугле и вступайте в нашу группу. Мы все игры выкладываем на наш YouTube-канал, и они тоже размещаются у нас в интернете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!